Всем привет! Я Миза Мичан! И сегодня у нас будет вторая часть видео про адаптацию, но в этот раз наоборот моя адаптация, когда я приезжаю из Японии в Украину и по правде говоря, я возвращалась в Украину всего лишь два раза если я не ошибаюсь и последний раз я была дома год назад, прошлым летом и, пожалуй последний раз у меня был самый тяжелый и да адаптация, когда ты возвращаешься из Японии после долгого времени проживание в Японии очень трудное намного труднее, чем адаптироваться к жизни в Японии потому что, как говорят сами японцы, которые хоть раз выезжали за границу и поняли всю суть Японии они говорят, что Япония очень сильно балует туристов в Японии настолько хороший сервис обслуживания и вообще уровень жизни, что привык к этому очень трудно адаптироваться к чему-то другому например первое время когда я приехала в Украину у меня был ступор когда я заходила в туалет и тупо пялилась на туалетную крышку у меня в доме, где я сейчас живу туалетная крышка открывается сама поэтому каждый раз когда я приходила в туалет у себя дома в Украине я становилась перед туалетом и ждала разбалованные иностранцы вторая вещь которая мне очень тяжело давалась когда я возвращалась в Украину это адаптироваться опять-таки к еде то есть если японская еда когда ты приезжаешь в Японию впервые пробуешь ее мне не хватало порции когда я приезжала в Украину назад наоборот я переедала очень много и это разница когда ты привыкаешь к японской еде которая практически в японской еде нету ничего жирного и жареного что прямо так масло сало жареная картошечка такого нету это белый рис рыбка какие-нибудь там закусочки поэтому бабушкины какие-нибудь фаршированные перцы и просто срывали мой желудок до ужасного состояния это вручали ступор перед туалетом потом долгое из него невыхождение да адаптация к японской еде была намного хуже чем адаптация к японской еде когда я впервые приехала в Японию мало того что я не могла есть нормальную украинскую еду я очень скучала по белому японскому рису то есть за год жизни Японии я настолько привыкла есть каждый день рис что это уже как для русского человека есть хлеб каждый день также еще одна забавная вещь была как адаптация это когда ты возвращаешься из той же Японии либо из другой страны которая не говорит на русском языке там мало русскоговорящих людей и вокруг тебя внезапно русскоговорящие люди и люди которые говорят на твоем языке со всех сторон и голова просто разрывается и ты думаешь о боже почему все эти люди говорят на русском языке о боже что случилось апокалипсис настолько отвыкаешь от того что русская речь повсюду и начинаешь прислушиваться что люди говорят тоже очень трудно адаптироваться и последняя вещь самая тяжелая которая была очень тяжело адаптироваться даже несмотря на то что я в Украине проводила всего лишь по 2 недели это сервис и не только сервис это вообще в общем как с тобой разговаривают люди японцы очень вежливые даже если они думают о тебе что-то плохое то они скорее всего не скажут тебе это именно в лицо но наши русские люди наши славянский менталитет это такая вещь что даже если мы ничего плохого в лицо не будем говорить мы покажем своим видом и тоном и вообще что как-то мне не особо до тебя есть дело девочка и учитывая то что я еще выгляжу довольно младше своих лет для украинцев мне всегда дают лет наверное 16-17 меня вообще как покупателя потенциального нигде не воспринимают поэтому куда ни пойди в какой магазин ни пойди продавцы просто не реагируют на тебя к тебе никто не подойдет не спросит тебе нужен какой-то размер никто не встанет не поинтересуется ничем в общем это разница сервиса про который я говорила до этого что в Японии просто за тобой бегают эти продавцы и выносят пакетик твой из магазина и в то же время у нас в Украине продавцы которые даже не встанут не поднимут свой зад потому что простите мне платят мало почему я должен ради вас как-то еще стараться как пример ситуации я приезжала два года назад в Украину зимой и я хотела купить подарок конфеты своим японцам когда возвращалась назад в Японию перед моим отъездом и мы увидели в магазине причем я была с родителями не так что я маленькая девочка и меня там выгнали из магазина нет я была с родителями вместе в магазине конфет и выбирала что-то и мы увидели очень много именно продающихся на витрине как это называется ромовая бабка если не ошибаюсь что-то вроде пасхи в общем кекс в очень красивой упаковке и я подумала что это был бы классный подарок своим японцам поэтому я хотела это купить но нигде не было цены следовательно я подошла к продавщице которая сидела и разговаривала с каким-то парнем подошла к ним извинила спросила извините а сколько стоит тот кекс меня вначале проигнорировали совершенно и в конце мне ответили я не знаю я не знаю вон той спросите кассирше хорошо я подошла спросить другу кассирше на что она сказала то же самое я не знаю у той спросите кассирше у другой и только когда он папа подошел спросил их сколько стоит тот кекс они наконец ответили что он будет продаваться только через неделю а сейчас он просто стоит для красоты И, в общем, разница культуры общения у наших людей и японцев очень разная. Да, это было, наверное, для меня шоком. Это, скажем так, когда я жила постоянно в Украине, я никогда на это не обращала внимания. И только когда я вернулась из Японии, я реально поняла, что у нас люди как будто забыли фразу, что обращайся с людьми так, как ты хочешь, чтобы обращались. Наверное, именно японцы следуют этой фразе лучше всего, потому что они обращаются со всеми хорошо и к ним обращаются хорошо. И даже если к ним обращаются плохо, они все равно обращаются хорошо, потому что у них это в культуре. Такая была у меня адаптация, когда я приезжала к себе домой. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока!